Добрый вечер, как обычно в это время на телеканале ТНТ Программа «Сомнения» с Денисом Базанковым Тема нашей программы сегодня – транспортный налог А точнее мы продолжаем эту тему Ровно месяц назад в нашем эфире мы впервые заговорили о том, что нужно менять законодательство И я представляю наших гостей Алексей Перепелкин, исполнительный директор русского радио в Петрозаводске Главный редактор милицейской волны Петрозаводск И член общественного совета при Министерстве внутренних дел Карелии Добрый вечер Здравствуйте Григорий Фандеев, наш постоянный уже эксперт Депутат законодательного собрания, фракция «Справедливая Россия» Здравствуйте Здравствуйте И теперь я, наверное, все-таки скажу, почему у нас здесь посреди стола две таблички и никого нет На них написана фракция «Единая Россия», законодательное собрание Карелии И Министерство финансов Республики Карелия Мы приглашали представителей этих организаций и политической партии Для того, чтобы принять участие в нашей программе и обсудить тему транспортного налога Но в очередной раз ни фракция «Единая Россия», ни Министерство финансов не пришли Чем эти, собственно, люди мотивируют свой отказ от участия в программе, нам немного непонятно Хотя, казалось бы, партия власти, исполнительная власть должны наиболее активное участие принимать в обсуждении Хотя бы сейчас, на данный момент, темы транспортного налога Однако, как мы видим, пустое место Ну что ж, видимо, со стороны легче за этим наблюдать Итак, прежде чем начать нашу программу и по традиции Я предлагаю вам посмотреть нашу видеозарисовку То, что наш корреспондент подготовил для нашего эфира сегодня Внимание на экран В российских регионах началось снижение транспортного налога Еще в декабре 2010-го президент России подписал поправки к Налоговому кодексу О снижении базовой ставки в два раза С 2011 года для автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил Ставка транспортного налога составит 2,5 рубля за силу От 100 сил до 150 – 3,5 рубля От 150 до 200 – 5 рублей От 200 до 250 лошадиных сил – 7,5 рублей Для владельцев более мощных машин Базовая ставка установлена в размере 15 рублей за лошадиную силу Принятые поправки также позволяют местным властям Устанавливать на свое усмотрение пониженные ставки вплоть до нуля Для машин с двигателями мощностью до 150 лошадей включительно Но при этом регионы могут и увеличить размер транспортного налога Который может превышать базовую ставку в 10 раз Так, например, в Свердловской области местные законодатели приняли решение О поэтапном снижении налоговых ставок для автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил в течение 3 лет В 2011 году ставка уменьшится на 40%, в следующем – на 30%, в 2013 – еще на 30% Работа по снижению ставок транспортного налога началась и в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах В настоящее время в этих регионах идет разработка соответствующих законопроектов Там планируется вообще отменить налог для владельцев маломощных автомобилей Как изменится транспортный налог в Карелии и изменится ли вообще – неизвестно Но автовладельцы ждут от местных законодателей скорых и решительных действий Я считаю, что транспортный налог надо снизить и контролировать расходы транспортного налога Чтобы они действительно шли на ремонт наших очень ужасных, даже назвать слово дорог трудно, тропинок А что вы в таком случае думаете о повышении акцизов на бензин, на топливо? Ну с этим трудно бороться, об этом можно только рассуждать, потому что сейчас кругом у нас монополия И с монополией не поспоришь, это все равно будет И я просто удивляюсь тому, что такие цены, я могу только удивляться и возмущаться, больше ничего Да я бы думал, вообще бы привязать его лучше к бензину Это был бы самый верный способ Потому что кто сколько расходов бензину, столько бы и платил налогов Сколько у нас денег уже в бензин вошло по акцизам? Не очень понятно Ставка транспортная в республике не уменьшается Идут разговоры какие-то, агитационные, а дела нет Я считаю, что дорогую машину купил, есть деньги на бензин Если купил до 100 сил, налог не надо Вот мое мнение Итак, наш сюжет вы увидели Так ли мы все правильно понимаем? Вот судя по этому сюжету То есть в регионах началась работа Григорий, вы как инициатор законопроекта Что можете сказать? Почему у нас месяц назад мы затронули эту тему Никаких подвижек, никаких движений нет в этом направлении? Во-первых, я хочу поблагодарить вас за сюжет Потому что сюжет очень понятный И я думаю, что жители республики все поймут Исходя из этого сюжета Понимают, что есть регионы, в которых уже активные действия начались Понимают, что на региональный уровень спущена возможность Как уменьшения транспортного налога, так и увеличения его в 10 раз В первую очередь хочу сказать, что у нас для определенной категории автомобилей С выше 200 лошадиных сил ставка налога максимальная И исходя из моего законопроекта, мы не предполагаем ее снижение Мы как раз говорим о том, что нужно снизить налоговое бремя для людей У которых все-таки машина – это не только средство передвижения Но и средство жизни, средство заработка И машина существует для того, чтобы они могли добраться вовремя На дачу, на работу и так далее То есть я правильно понимаю, если у вас огромный внедорожник С большим двигателем, с большой мощностью То за него, соответственно, и надо платить Моя позиция такая, что это некий налог на роскошь То есть свыше 200 лошадиных сил не нужно опускать налог Чтобы выбивать из бюджета республики большие деньги Но вот если мы говорим об автомобилях до 120 лошадиных сил Все-таки я считаю, что это категория граждан Я бы не сказал, что это малоимущие граждане Но это люди, которым не хватает денег И если они будут платить еще и транспортный налог То их жизнь усложнится Поэтому предлагаю снизить его до нуля Что касается среднего класса От 120 до 150 и от 150 до 200 То здесь снижение в первом случае в 5 раз Во втором случае в 2 раза Что тоже необходимо Алексей, ваша точка зрения Ну, скажем, как общественника Ну, сразу оговорить, что я за отмену транспортного налога вовсе Вообще, на любой автомобиле Вообще, да Мы пошли по американской схеме налогообложения Поскольку в Америке именно так все и сделано Все налоги в бензин Больше никаких транспортных налогов нет Но у нас, как обычно, какая-то своя схема получилась Вот И хотел бы сразу прокомментировать выступление Григория Я не считаю, что внедорожники, допустим В Карелии тем более Это какая-то роскошь Две зимы прошедших это показали Ездить по дорогам республики очень сложно Зимой и летом в том числе Ну, и внедорожник Это в нашем крае лесов и озер Это скорее необходимость Конечно, мы живем в Карелии Все любят рыбалку, охоту Почему бы не купить внедорожник Внедорожник мощная машина Да, действительно И она потребляет много топлива Так вот, в этом и заключается вся суть налогов Машина потребляет много топлива И уже тратится много денег Вот этих налогов топливных Почему владельцы внедорожников должны платить огромные деньги Получается, что от 200 до 250 где-то 20 тысяч А от 250 там от 40 и дальше Вот Мне кажется, это несправедливым в квадрате Вот, кстати, слово справедливость Есть в названии партии, которую вы представляете Ну вот смотрите, уже прошло обсуждение В законодательном собрании этого законопроекта Да, на комитете Были точки зрения разные И вот одна из них подчеркнул на сайте у коллег Да, с сайт Карелу Инфорум Где было написано, что, например, уже Нелидов Да, подписал документ В котором исполнительная наша власть Не соглашается с тем, что нужно отменять транспортный налог Почему? Неужели наш бюджет от этого очень сильно и много потеряет? Да, действительно, исполнительная власть должна давать оценку любому законодательному акту Который инициирован депутатом законодательного собрания Если там есть финансовые затраты Исполнительная власть отреагировала отрицательно То есть есть отрицательное заключение главы республики на мой законопроект Здесь хотелось бы оппоненту сказать Если бы я предложил полностью отменить Или полностью максимально уменьшить налоги Я бы еще больше бичевали В том числе представители Единой России И исполнительной власти Что я не думаю совершенно о бюджете республики И только пытаюсь все уменьшить Они и так называют мой закон популистским А тут бы вдвойне его называли популистским Да, кстати, вот именно так и было написано Что он популистский политический К сожалению, Министерство финансов настолько активно защищает В стенах законодательного собрания Свою позицию Что даже переходит к таким Я бы сказал нелицеприятным терминам Как популизм Потому что ничего популистического я здесь не вижу Здесь реалии нашей жизни И мы говорим о том Что 100 миллионов выпадающих расходов Министерства финансов К сожалению, оно не присутствует Могли бы это подтвердить Но я вынужден за них их позицию вроде как рассказывать Но я говорю о другом О том, что у нас дорожный фонд будет создан И в него пойдут деньги из повышенного акциза О том, что мы уже передали одну дорогу федеральное ведомство Дорога Петрозаводск-Санкт-Петербург Через сортовало Лагденпохи И мы собираемся передать еще одну дорогу Пудаш-Кириллов-Вологда В федеральную собственность То есть часть дороги это Карельская То есть мы уже не несем ответственность за несколько дорог Которые имели огромный километраж Соответственно и финансовые расходы у республики тоже уменьшаются Более того, уже увеличен акциз в этом году Будет увеличен в следующем году Соответственно дорожный фонд будет сформирован И по подсчетам некоторых экономистов Естественно, здесь диссертацию еще не успели защитить Но некоторые экономисты говорят Что даже с уменьшением этого налога транспортного Республика все равно приобретет Имея дорожный фонд Вот, а я уже не говорю о качестве дорог То есть нам нужно проверять Собственно говоря, у нас дороги-то соответствуют нормативам Или нет после ремонта У нас многие дороги через три года Приходят в непотребное состояние То есть как мы используем эти деньги Которые берем с автомобилистов Но вот тут еще другой вопрос всплывает Дорожные фонды У нас уже был печальный опыт Когда у нас были дорожные фонды Деньги просто воровали Наглым образом Да, собственно, и руководители Подразделений дорожного фонда Да и дорожного фонда В местах не столь отдаленных оказались Вот что тут на мысль-то наводит Еще один момент хочу уточнить Мы все-таки здесь следуем федеральному законодательству И то, что Какую возможность дает регионам Государственная дума Мы, исходя из этих параметров, и действуем То есть если принял решение президент Что есть некий переходный период Что у нас есть и акциз И транспортный налог Мы, исходя из этого, и действуем Я тоже радуюсь за то, чтобы Все было вбито в бензин То есть сколько ездишь, столько платишь Если летом ездишь на дачу, значит платишь Если зимой стоит у тебя машина, значит не платишь Но, к сожалению, я не депутат Госдумы Я не могу инициировать данный законопроект Можно инициировать только из регионов Но все-таки вы понимаете, что Это федеральная, так сказать, мысль И президент уже ее сообщил О том, что у нас есть некий переходный период Но в целом мы идем вот к такому развитию событий Ну а с другой стороны, смотрите, да Министерство финансов, почему невыгодно отменять транспортный налог Возьмем среднего, да, автолюбителя Среднестатистического человека Ну, Жигули у него, да Жигули у нас мощность, ну, лошадей 80 В год это 480 рублей Ну, собственно, логика тут включается Ну, что 480 рублей в год, да Да и человек, собственно, может так же подумать Меньше, чем бак бензина Да, 480 рублей Ну, ладно, заплачу там или еще что-то Вот министерство финансов, да Плюс бюджет, да, пополняется за счет этих денег И вот логика вырисовывается очень простая Не напряжно платить Да, другой вопрос, когда ты платишь там 20 тысяч в год Вот тут уже карман как-то сжечь начинает Мы должны быть честными перед людьми Если мы можем понизить для этой категории граждан до нуля налоговое премие То мы должны это сделать Тем более, что для республики не будет нанесен такой существенный ущерб Если бы мы говорили о полном уменьшении налогового времени по всем категориям Я говорю, то там бы были огромные выпадающие расходы Об этом я и говорил в министерстве финансов Что здесь не такие цифры мощные А люди, имеющие автомобиль до 120 лошадиных сил Они не могут себе позволить иной раз и тысячу рублей заплатить Для них это существенные деньги А если это пенсионер? Да, он платит, если это ветеран труда У нас есть определенные льготы Но тем не менее, нужно быть честным Зачем вводить двойное налогообложение? То есть фактически человек платит и за бензин, и платит транспортный налог То есть два раза платит за одно и то же Зачем это делать? Зачем это делать?